привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и мы продолжаем узнавать новую калейдонию но так как мы все-таки яхтсмены и мы готовимся к переходу через тихий океан к нам приехал дима это наш второй капитан на переход давайте я вас с димой познакомлю дима привет всем привет ты готов на это приключение всегда готов то есть тебе не смущает плохая погода на переходе вернее отсутствие ветра или очень сильный ветер меня не смущает вот видите так мы и пойдем ну и прежде чем покинуть новую калейдонию у нас есть великолепная идея мы сейчас поедем в канак центр наш конактен канак это этнос который населял новую калейдонию это местные племена и это меланезия как вы уже знаете и вот сейчас мы поедем смотреть на этот культурный центр и там говорят очень крутой архитектор который делал им дизайн вот этого вот центра то есть супер этнический и после того как он это все сделал начали по всей новой калейдонии этот стиль перенимать на другие объекты и теперь новая калейдония имеет свой такой вот стиль оригинальный поэтому сейчас я вам его покажу вы очень удивитесь тот который строил центр помпиду в париже да 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 он он что да да это я тебе говорила да да он он подтверждаю это тот который построил эйфелеву башню это не эйфель не угадали короче мы вам не скажем кто так ну что садимся в эту прохладную машину которая стояла целый день на солнышке не кричи тут даже говорить тяжело в этой атмосфере я за руль не могу взяться руль ожог ну не ожог ну почти руки красные близко к этому так ну что культурный центр канака будем разведывать что здесь интересного бывает в этом великолепном мире итак народ мы сейчас приехали в канак центр это место которое было построено известным архитектором и между прочим этот стиль потом переняли в новой калейдонии как традиционные для всего острова и сейчас все культурные объекты паблик пространства пытаются сделать в общем концепте вот такого вот красивого и оригинального центра который был первый создан на острове новая калейдония в номере ну давайте мы немножечко с вами проговорим собственно о том чему посвящен данный центр канаки это мелановокалейдонцы то есть само название канак это от гавайского человек то есть эта группа меланезийских народов ну и соответственно коренное население новой калейдонии но в новой калейдонии это нас немного отличается от скажем попуа новой гвинеи хотя они тоже являются меланезийцами но они выглядят по-другому и даже в рамках попуа юг более светлый а северные острова некоторые более темные поэтому даже внутри одного как бы этноса существуют достаточно большие различия на данный момент на 2024 год население новой калейдонии составляет 300 тысяч человек из которого на коренного населения канаков очень около 80 тысяч канаки это собирательное название из разных кланов разных групп которые проживают на севере центре и юге новой калейдонии не у а бонды они разговаривают на языке юанга на джаве ньянве и собственно другие то есть я не буду я не буду вам рассказывать по поводу там там пати разговаривают на языке поичи и так далее если вам интересно я думаю эту информацию можете совершенно спокойно найти в интернете но я думаю что это не так принципиально важно что есть большие этнические группы типу наподобие алифуан которых 21 тысяча человека есть которые чуть чуть поменьше есть вообще маленькие следующая группа называется марой 10 тысяч человек все они говорят на языках новокалейдонской группы на это все основа океанических языков и письменности у них нет то есть это только вербальный язык современные языки сохранены но они используют латинский алфавит то есть все слова записываются латинскими символами а например на языке харачи ведется преподавание в начальных школах а также есть некоторые языки типа поичи например в средних учебных заведениях и например есть языки которые используются для используются для применяются в церквях но основной язык на котором разговаривают практически все калейдонцы это французский который является официальным ну и соответственно креол так миксы языков они также присутствуют в новой калейдонии хотя в меньшей мере потому что все новокалейдонцы разговаривают на французском языке преимущественно около 50 процентов католиков остальные протестанты и также есть те которые предпочитают традиционные традиционную культуру то есть поклонению предкам поклонению богам и так далее но эта группа крайне небольшая но тем не менее их культура также представлено ранее на в новой калейдонии было очень распространено земли земледелие у меланезийцев скажем это было распространено меньше то есть на северных островах а в новой калейдонии это как раз было то чем собственно люди и занимались и еще в старые времена практиковала сиригация и использование террасирование горных склонов то есть делали террасы и на них выращивали разные там не знаю таро или другие там бананы кокосы и прочее считается что новая калейдония была заселена 3000 лет до нашей эры но сейчас появились новые исследования когда нах начали находить глиняные остатки посуды которая была еще раньше чем 3000 лет назад поэтому сейчас непонятно если раньше было все очевидно никто хотя нет некоторые ученые говорили что около тысячи лет до нашей эры было заселение новой калейдонии кто-то говорит 3 но это связано с археологией мест в которых находились там разные предметы интерьера поэтому ну вообще считается официально что 3000 лет до нашей эры это тот период когда новая калейдония была заселена также в доконтактный период до того как европейцы населили белую новую калейдонию в новой калейдонии отсутствовали свиньи и собаки этих животных там просто не было но было очень развито гончарство то есть сосуды с рельефными изображениями маски ящерицы и карвинг ну то есть резьба по дереву у ритуальных масок очень характерны это моделированный нос и открытый рот с двумя рядами зубов у северных канаков маска иногда соединялась накидкой и с разными вплетенными в маску перьями население делилось на рядовых и на рядовых общинников и знать и существовали также мужские дома развитый этикет система табу и очень важно была иерархия вождей власть вождя передавалась по мужской линии ограничивалась советом знать и авторитет вождя во многом зависел от его ораторских способностей что самое интересное то есть самый говорливый самый лучший и собственно людям которые лучше всего говорили им приписывалось обладание сверхъестественной силой которая на языке канаков называлась ора умершие верховные вожди обожествлялись и очень большую и важную роль играли наследственные жрецы то есть как и власть передавалась по наследству так и жречество передавалась по наследству ну и с того времени конечно же была большая практика татуирования и татуировались и тела и лицо и все и вы можете набрать в гугле новокалидонские или канакские или меланезийские татуировки и вы посмотрите насколько скажем северная меланезия будет татуировки отличаться от новокалидонских потому что северная попуа там больше крокодилы а здесь какие-то рисунки которые давали какие-то значения собственно нанесенные на человеке многие канаки сильно культурировались и живут в городах получают высшее образование работают в банках органах власти и на самом деле по нашему наблюдению в новой калидонии это выражено очень сильно именно то что представители этнических меньшинств можно так сказать хотя и здесь третья часть они выглядят очень современно то есть других местах они выглядят как сельские жители а в новой калидонии они выглядят ну как современные люди там одетые в костюмы в рубашке футболки и для нас это было очень большое удивление в общем посмотрели мы на этот культурный центр канаков ну ничего не поняли потому что все без перевода на английский язык и вообще мне показалось что культура вот эта меланезийская канаков она достаточно такая скудненькая бедненькая потому что люди жили просто выживали своей вот обычной бытовой жизни у них бытовые инструменты и не до прекрас просто именно ради того чтобы жить ради того чтобы выживать поэтому какого-то я не могу сказать что мне рензо пьяно рензо пьяно это имя архитектора который сделал центр и вот мы пришли к тому что все таки наверное сам центр намного интереснее вот архитектурно намного интереснее чем экспонаты которые в нем как бы ужасно это не звучало циничные да но как бы мы видели много нас не удивить простыми инструментами для разделывания рыбы мы приехали и здесь такой вот значок на котором написано дроны нельзя мы сейчас зашли это парк натюрель кен тору видимо здесь раньше была добыча никеля видите здесь машины такие большие хэви машины рей тут такая дорожка прикольно да можжевельник очень красиво панорамненько вот там вот вдалеке вы видите это островочки и там вдалеке еще один островок на них не можно на яхте приходить там как раз можно вокруг купаться но нам это не интересно что ты там опять снимаешь что это за дерево дина все еще не знаю что за дерево вокруг него опять огромное количество пчел но надо будет узнать здесь вообще тройное мы приехали сейчас на blue ривьер это большой национальный парк и прикол этого парка в том что здесь можно взять велосипеды и не простые электро велосипеды красивенько такая почва красная и ездить по парку здесь кстати большие расстояния очень где-то около 20 километров в одну сторону и ездить можно на электрических велосипедах кстати я на таких никогда не ездил и прикол в том что на этих великах очень интересно работает система электрической подачи тут не нужно сильно надавливать на педали нужно их просто крутить снимаешь по дороге ну вот сейчас только решил попробовать как это будет непонятно пока было тяжело ее только доставать красота тут рыжая почва потому что она богата минералами и ранее тут было водохранилище и все эти деревья это именно водохранилище для электростанции института Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда вам больше нравится Вообще нужно знать маршрут Потому что очень тяжело Если не знаешь Мы выбрали дорожку Которая нам показалась нормальной Но всю эту дорожку Нам приходилось тащить велосипеды в руках Потому что ездить было невозможно Короче у этого байка Прикол У него это электрический байк Колеса крутить нужно все равно И если ты крутишь Не упираешься Так как велосипед Он тогда Просто использует электрическую тягу Ну вот так их надо постоянно подкручивать А если вот скорость у него там 15 км в час А если просто едешь как на велосипеде То он еще и заряжается Ну такая прикольная штука Чуть дождик такой пошел гадкий очень скользкий грунт и практически условия которые явно не для велосипеда но зато открывается великолепный вид но конечно надо было спросить куда идти они просто ехать по карте я думаю что если бы мы уточнили у гида нам бы он сказал по этой дороге ехать по этой нет а у нас получилось там пять километров мы волочили эти ужасные велосипеды тяжелые с батареями в гору потом с горы но в принципе сам парк конечно место уникальное чуть-чуть еще и пейзажи виды офигенные ну что как тебе это все ну как сказать старому больному инвалиду это немножко многовато 32 километра все-таки перебор немножко но в целом красиво ноги просто такое печенье как будто в них загнали какие-то свои бетонные и вот хочется стоять вот просто на прямых ногах и электропривод конечно помогает здорово очень было непросто в этой путешествии весь в грязи какой-то в общем в общем весело прикольно теперь идем в одно из великолепнейших мест на территории новой каледонии это парк зоологик мы специально вырезали остальные экспонаты и решили сделать обзор скажем только птиц которые являются символом новой каледонии думаю что про попугаев при большом желании вы можете найти информацию много где и как бы птицы интересные нам были только те которые являются эндемиками но давайте поговорим немножечко касательно эндемиков что это такое наверное те кто знают конечно это очевидно для тех кто не знает это птицы животные растения которые водятся только в одном определенном регионе то есть нигде больше на планете эти животные не встречаются поэтому мы будем с вами говорить сегодня про эндемика в новой каледонии птиц кагу эта птица которая живет в rain forest достаточно большая где-то 40 сантиметров в высоту эта птица не летающая и является символом новой каледонии но прикол в том что это птицы еще крайне интересные сами по себе потому что помимо того что они водятся только здесь у них есть еще масса интересных особенностей в их поведении поэтому давайте мы сегодня приготовимся к рассказу об этих удивительных птицах вы их сейчас видите но мы специально взяли экскурсию потому что придет дядечка который зоолог который занимается птицами то есть орнитолог и будет их кормить и рассказывать про особенности поведения мы конечно на французском не так чтобы прямо супер понимаем но мы сделали вам перевод из того что мы поняли и в принципе потом проверили среди наших друзей которые франкоговорящие они сказали что перевод достаточно точный поэтому можно сказать мы справились с этой задачей самостоятельно но в общем здесь в парке зоологи живет относительно большое количество этих птичек когу и их здесь живет несколько семей поэтому давайте сейчас слушать историю орнитолога который собственно этими птичками и занимается в общем вначале он рассказывает что эти птицы являются эндемиком но это я вам уже рассказал очень интересно то что эти птицы издают большое количество шипящих звуков причем эти звуки являются очень обширными то есть они на них общаются они могут предупреждать друг друга о потенциальной опасности о хищниках также большинстве своем эти звуки являются защитой и коммуникациями между собой и также это являются сигналами для различных действий есть несколько типов сигналов то есть есть три типа вернее сигнала тревоги первый это звуки которые они издают то есть это просто крик какой-то шум который привлекает внимание второй сигнал тревоги это поза они разворачивают крылья и создают впечатление большего размера это и третий это они разворачивают крылья и пугают своим взглядом то есть они шипят и своим взглядом говорят что они здесь самое главное интересно то что как у это птицы которые остаются в паре на всю свою жизнь и они живут достаточно долго это животное живет от 30 до 40 лет в естественной среде и присутствует только в rain forest посреди собственно самого острова новой каледонии посредине эти птицы перемещаются на огромных территориях от пяти до пятидесяти гектар в зависимости от доступности пищи в местах их обитания здесь в парке зоологик им дают сухари немного разбавленные определенным типом мух чтобы обеспечить им достаточное количество белка но несмотря на то что птицы питаются полноценно и хорошо они не вырастают такими большими как вырастают в природе потому что в природе у них сильно больше среда обитания и больше разнообразная пища они иногда бывает набирают в клюв земли при этом имея в клюве землю продолжают там клевать каких-то животных то есть земля в клюве им не мешает для получения пищи это интересная особенность размножаются кагу примерно четыре раза в год они размножаются в начале сезона в начале сезона дождей на момент размножения они начинают проводить свадебные парады то есть они раздувают крылья и пытаются захватить как можно больше территории показать кто из них тот самый главный таким способом чем больше птица кагу тем у него больше шансов на спаривание потому что самки кагу любят больших самцов самец кагу начинает вращаться с раздутыми крыльями вокруг неё и тот кто самый большой получает больше шансов на спаривание яйца лежат в гнезде 37 или 38 дней и интересно то что яйца высаживаются высиживаются матерью и первых 15 часов сидит самка потом приходит самец и высиживает яйца сменяя ее и позволяет ей пойти поесть и отдохнуть и ровно через сутки они через 24 часа этот процесс повторяется это очень интересно как работает это все в природных условиях так ну что народ мы едем сейчас на водопад забыл как называется будет снизу написано в подписи здесь очень прикольная дорога вот такая горная извилистая и очень красиво очень красивая да сейчас вот мы поедем немножко наверх я вам покажу видно долину пока вот такие горы ехать красота и дорога неплохая нету не ям каких-то таких прямо фатально плохих посмотрите мы приехали на какую красоту помните я вам показывал вот эти вот озера которые вот с белыми кроссовками я далеко ходить это земля вот видите у меня тоже были белые они не отстирываются это все это просто покрашена и красиво у него я думаю что что-то найти можно будет вот и вот и это все это просто они не отстилем вот и вот и вот и Продолжение следует... 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 Прямо вот... Железный камень... Руда... Такая... Мощная, рыжая... Даже заполированная... Блестит... Мощная и рыжая... Мощная и рыжая... А вот тут вот речка такая полноводненькая... Смотрите как... Продолжение следует... 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 железную землю прямо с огромным количеством железа она содержит большое количество разных минералов там никель в общем очень много и прикол местных растений эндемиков в том что они адаптировались к вот такой вот токсичной почве почве потому что тот же никель например он там к живому не очень хорошо с животными с живым не очень хорошо работает так вот местные деревья научились впитывать и перерабатывать и сейчас научные и сейчас ученые разрабатывают проект чтобы добывать скажем тот же никель только из растений потому что из в растениях содержание минералов иногда получается даже больше чем в рудеть больше чем в почве то есть там около 30 процентов 25 процентов но это то что мне рассказывали я то что услышал то передаю поэтому растения которые здесь могут расти в этой почве это очень уникально так как такое количество токсичных минералов убивают живое а здесь они живут и здравствуют у продают они высокие деревья а вот такой кустарник приносите в горах находимся поэтому здесь очень много вот этих вот низкорослых кустиков а вот так красиво жалко спалатка ну что тебе здесь нравится потому что здесь как будто в супер профессиональном саду все растения имеют разные фактуры и очень гармонично друг с другом смотрятся то есть контрастируют один на фоне другого прям все как картинка как картинка садовых дел искусства но это же все-таки ботаник жорден де ботаник сами виды растения первых очень непривычные для наших глаз во вторых за счет того что они все в принципе невысокие и там есть совсем низкие там средние и совсем высокий и у них получается они своими фактурами контрастируют один с другим на одном уровне и получается что она очень красиво накладывается объем другое да ну посмотри как она даже совсем низкие места и все разных фактур и листики и иголочки и толстые иголочки и травиночки и папоротники все прям рядом и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он такой весь как восковой Твердый? Да Нравится тебе? Прикольный Какой тут красивый проход и ступенечки и камушки и столбички и заборчики Чтобы вам туристам было удобно, а тебе в белых кроссовках по рыжей земле ходить? Как тебе? Ничего, да? Нормально, не засралась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Time to get Luazis Субтитры сделал DimaTorzok Дальше у нас дорога приобрела вот такие вот масштабы катастрофы и мы идем пешком Дальше мы немножечко заблудились, потому что непонятно куда идти, либо налево, либо направо Мы пошли направо, потому что здесь дорога хуже, нам кажется, это интересно Я думаю, нам туда и надо Точнее ее слышно, ну вон она, наверное, проходит вот так Красиво тут Сценник лукаут, туда и идем Нас там ждут Вот что у французов хорошо, это вот это вот все Конечно, веревочку они прощелкали, но дальше-то она есть Можно запустили? Да Кого мы здесь встретили, мамочки? Дина нашла манго Вдоль дороги валяются Покажи улов Вкусненькие? Должны быть, да Ну что, народ Наш выпуск подошел к концу Оставайтесь с нами на канале Подписывайтесь на канал Проверяем колокольчик Пишем коммент И мы уже собираемся выходить Следующий ролик будет про пересечение Океана И мы будем идти из Новой Каледонии Уже сначала в Порт Морсбей Попуо-Новая Гвинея На секундочку А потом в Индонезию Так что не пропустите наши приключения Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»